Всем привет! Сегодня на обзоре у нас игровое кресло, судя по названию бренда, которая прямиком из мира животных. И если ранее мы говорили, что давайте разберем кресло по винтикам, то с этим креслом правильнее было бы сказать, давайте его разберем по косточкам. Погнали! Производитель заботится о каждом из нас и учитывает последствия сидячего образа жизни. Как следствие, не идеальная фигура. Я тому явный пример. Вместимость кресла до 160 килограмм и до 1,90 метра позволяет разместить в него нескольких меня. К упаковке у меня претензий нет. Все как полагается, завернуто в мягкий и вспененный материал. Странно, но все кресла Каугар предоставляют с открученными подлокотниками, в отличие от производителей других кресел. Не то чтобы это плохо, но дополнительное время на сборку вы потратите. А теперь о габаритах. Ширина спинки составляет 62 сантиметра. Высота спинки 88 сантиметров. Ширина сиденья 60 сантиметров, а вот его глубина 53 сантиметра. Сиденье регулируется по высоте от пола от 37 до 43 сантиметров. Расстояние между подлокотниками варьируется от 55 до 58 сантиметров. Спененный наполнитель сиденья и спинки подобран неплохо. Жесткость можно назвать средней. При использовании игрового кресла нет эффекта проваливания. Материалы обивки эко-кожа. На ощупь приятный и бесхарактерного дешевым креслом запаха синтетических материалов. Прострочка ровная, выглядит аккуратно. Каркас кресла стальной. Деревянные вставки не используются вообще. Сомневаться в этом нет причин даже без вскрытия обивки, так как металлические трубки по контуру при желании можно нащупать. Укрепление вспененного наполнителя в кресле сделано на ременных подвесах, что характерно только для дорогих кресел. Следует отметить, что весь кресло чуть более 28 килограмм, что исключает разговоры об экономии при производстве данной модели. Перемещает это тяжеловесное кресло трехдюймовые тихие колесики с относительно мягким пятном контакта с поверхностью пола. А теперь посмотрите сюда. Это самое стильное пятиконечное основание, которое я когда-либо видел у игровых кресел. Кроме того, оно с легкостью выдерживает положенную нагрузку. Газлив в кресле самый надежный для такого типа кресел. Четвертый класс. Перемещает его на высоту около 6 сантиметров. Мультиблок плюс этого элемента изменение наклона сиденья. Для любителей сидеть расслабленно, слегка откинувшись назад, это просто незаменимая регулировка, которой нет в более дешевых креслах с механизмом типа топ-ган. Следует отметить, что амплитуда раскачки кресла, а точнее усилия, также настраивается вращением специального винтового механизма снизу. При столь большом откидывании спинки центр тяжести игрового кресла Cougar Armor Titan подобран хорошо. Склонности к опрокидыванию в любых положениях нет, но не советуем это делать с включенным механизмом качания. Подлокотники неплохие, так называемые 4D. Регулируются в нескольких плоскостях, настраиваются по выносу, вперед, назад и вбок, регулируются по высоте и поворачиваются на 45 градусов влево и вправо. Люфт чуть сильнее выражен, чем у кресел конкурентов. Верхняя поверхность подлокотников нежесткая, из податливого полиуретана. Запаса регулировок хватит большинству пользователей, а также производитель позаботился и консольщиках. Ведь, как вы поняли, начало подлокотников можно свести к центру, что позволит комфортно расположить руки, держать жестик. Подушки с этим креслом хорошего качества. Поясничная предоставляет собой удобный приплюснутый валик с пенным наполнителем, который создает приятную поддержку в нижней части спины. Шейная подушка более сложной формой, напоминающей дорожные подушки для путешествий. И наполнение ее похоже на синтепон. Ну а теперь давайте резюмировать все вышесказанное и изначально проговорим про минусы. Лично мне не понравилось несколько моментов. Первый из них это сложный процесс установки боковых накладок. Ну, с ним, наверное, каждый справится, потратив определенное время. Второе. Мне не понравились люфты. В принципе, во всех механизмах, которые присутствуют в этом кресле, они чуть более заметны по сравнению с более дорогими аналогами. Момент, касающийся подушек. Верхняя мне не нравится своей формой. Она мне не нравится и на этом кресле, и на многих других остальных. Такая форма лично для моей анатомии просто неприемлема. И нижняя подушка, она достаточно жесткая и меня выталкивает. Стоит отметить, что лично мой вес маловат для такого кресла, и люди чуть с большими габаритами и большим весом наверняка более удачно впишутся в конструкцию этого кресла. Ну а теперь поговорим о плюсах. Кресло оснащено всеми возможными лучшими комплектующими. 4D подлокотники, механизм качания с возможностью откидывания, металлический прочный каркас с большим запасом прочности. Да, в нем есть недочеты. Ну люфты, например. Но существенны ли они на фоне его маленькой цены? На этот вопрос ответить разве что можете только вы, протестировав его и остальных конкурентов у нас в демо-зоне. Более подробно читайте в подписи к этому видео. Если наш обзор помог вам разобраться в прелестях или недостатках этого кресла, то ставьте лайк и подписывайтесь на этот канал. Будьте хищником, а это ваша добыча. Го к нам на тест демо-зону!